Приветствую вас, и я думаю, что на такой серьезный вопрос, как программирование, не может быть одного четкого ответа. То есть даже не четкого, а однозначного. Почему? Ну, хотя бы потому, что авторы, которые пишут подобные вещи, они ведь что-то, наверное, думают, они, наверное, на чем-то основывают свои теории, они, наверное, на чем-то обосновывают свои взгляды, они на что-то отбираются. И, вы знаете, однозначно говорить о том, что вот, дескать, это не так, или наоборот, что это так, я бы не стал. Потому что думаю, что для каждого человека есть какая-то своя истина. Ну, она просто своя. Понимаете, она не хорошая и не плохая, она своя. Но я выскажу вам все же свой взгляд относительно этой ситуации. Хотя бы потому, что вы задаете этот вопрос, значит, он вас волнует, и я попробую на него ответить. Что это заключается в том, что подобные методики применяются для людей, которые являются эмоционально внушаемыми. То есть люди, которым можно что-то на уровне эмоций внушить, безусловно, скажут вам о том, что вот то, что вы, ну, вот то, что вы описали, это является действительно правдой. Но только те люди, еще раз повторю, те люди, которые являются эмоционально внушаемыми, а вот те люди, которые таковыми не являются, те люди, у которых развито достаточно логическое мышление, формальное мышление и прочее. Вот те люди на это, скорее всего, не поведутся. То есть с теми людьми это не сработает. И вот вы, например, говорите о том, что начали вы слушать там запись вот какое-то время, и вам надоело, вы почувствовали, что это не то, и, собственно, перестали это делать. Это значит, что умом, логикой, как-то вот своим сознанием, да, вы понимаете, что это, ну, что-то странное, странное. Это что-то, ну, вот как-то не то, это далеко от истики и так далее. И я думаю, что вот для вас это так. А кто-то, кто-то в это поверит настолько сильно, что будет все встречающиеся ему, признаки всех встречающихся ему, ну, скажем так, проявления, да, воспринимать только исключительно как доказательство вот этой вот теории. И почему это, вообще говоря, происходит? Почему так? А потому что данная теория, теория программирования, она основана на действительно реальных вещах. реальных вещах с какой-то, какой точки зрения? С точки зрения психологии. То есть, на что влияет, даже не так, что влияет на человеческое поведение? Что на него влияет? На человеческое поведение действительно влияет подсознание. Человек подсознательно, если только ему получилось внушить, внушить что-то, да, действительно корректирует свое поведение в соответствии с тем, что ему внушили. Так работают некоторые экстрасенсорики, экстрасенсы, я думаю, что некоторые эзаперики работают так же. и это происходит от того, что у человека недостаточно своих собственных понятий, недостаточно своего собственного логического мышления, он не не может сам создать свою, ну, скажем, четкую структуру мира. И вот вы, например, когда, скажем так, начали искать информацию, да, вот вы там читаете психологические книги, вы там подписаны на авторов и так далее, то все, вот это вот этим всем вы занимаетесь. Значит, у вас есть определенная, ну, скажем так, потребность. Какая это потребность? Потребность там в знании, в обретении комфорта, в обретении там гармонии и так далее. Это все понятно. Но это ваша потребность, она по сути и определяет то, что вы получаете. Вот у вас была потребность, и вы начали прислушиваться к акторам, потому что они отвечали ваших потребностей. Ну, или, по крайней мере, у вас было ощущение, у вас было ощущение, да, что они действительно ваши потребности удовлетворяют. А потом вы поняли, нет, нет, не удовлетворяют. Вы почувствовали, что, ну, что-то вот не так. и это означает только то, что вам это не подходит. Силу вашего мышления, и для вас это не справедливо. Однако, какого-то другого очень важно. И именно из-за того, что у человека по-другому развито мышление, по-другому развит эмоциональный, скажем так, фон. И поэтому, поэтому анализировать то, что вы говорите, я думаю, что автор прав. Но вот когда вы пишите, что вы написали, как автор вам посоветовал, слушали дней 8, у меня больше не хватило терпения и бросили. Теперь задаете вопрос, правда это или нет. Знаете, самое сложное, поверить, то есть самое сложное, во что тяжелее всего поверить и тяжелее всего проверить, это именно полуправда. Автор действительно основывается на научно обоснованных фактах. Но интерпретирует он их так, что этим можно управлять. То есть если я постараюсь внушить себе, что допустим у меня какое-то желание сбудется, то оно действительно сбудется, как говорит автор. Он это основывает на чем, но в принципе я надеюсь не нужно повторять, вы сами это достаточно хорошо знаете, на чем они это основывают. Так вот, это правда, но на половину, действительно, подознание, это подознание, оно влияет на поведение, но оно влияет не так. И желание так не исполнится, если просто их повторять. Для того, чтобы желание исполнилось, я думаю, в этом со мной соглашаться все эксперты, которые вам ответят, я надеюсь, для того, чтобы желание исполнилось, нужно самостоятельно для этого что-то делать. Если ничего не делать, то и желание никак, к сожалению, не исполниться. Ну, или, к счастью, это в какой страны посмотреть. Я надеюсь, это вы тоже понимаете. И поэтому я надеюсь, в данном случае на ваш ответ я дал исчерпывающий на ваш вопрос точнее, я дал исчерпывающий ответ. Я надеюсь, что вы уяснили для себя эту вещь, что справедливо все для определенного типа людей, для определенного психотипа людей. И данная точка зрения, данная теория имеет место именно потому, что, простите, ее автор основывается на реальных теориях, на реальных знаниях, научных знаниях, психологии и поведения. На этом счет, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы оставьтесь, обращайтесь в личику, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! До свидания!